Дышащие, летящие, приятные к телу, одним словом натуральные. Именно таким тканям отдают предпочтение городские модницы в летний период. Всегда большим спросом у нас пользуются натуральные ткани. Это штапель, это 50% вискозы и 50% хлопка. Например, такой принт, как большие цветы, тюльпаны. Яркие неоновые цвета, большие принты, природные мотивы, цветы, листья. Окрас диких животных – фавориты этого лета. Необычный цвет, пара строчек и эксклюзивный наряд готов, говорят специалисты. Вот это, например, ткань плесе. Яркая, желтая, с блеском. Можно сшить как юбку, так и платье. Шьется очень легко. Можно здесь просто поставить какую-то резиночку, завязочку, и у вас готовое платье. Под поясок и вот такой прекрасный летний наряд. А вот синтетику носить летом точно не стоит. Бифлекс, неопрен, капрон, лавсан не пропускают воздух, замедляют обмен веществ и могут нанести немалый вред здоровью при ношении в жару. В такое время лучше шить одежду из льна – короля летних тканей. Лен влагоотталкивающий, то есть в нем не будете потеть. А лен абсолютно натуральный, он гипоаллергенный. Единственный его, конечно же, минус – это мятый вид. Но иногда это придает определенный лоск. Натуральный шелк тоже не навредит, только действительно качественный материал стоит недешево. Обратите внимание, какие сейчас есть красивые ткани, купонные, роскошные. Это органза, стопроцентный шелк. Легкая, воздушная, прозрачная. Это дольчик габбана. После карантина на улице вышли пижамы, футболки и толстовки больших размеров. Домашняя одежда стала модной в повседневной жизни. Для нее лучше использовать тонкий трикотаж. Морская тематика актуальна во все времена. В этом году было в марте шоу Жан-Поля Готье. И он, видимо, вдохновил всех нас на эту темно-синюю полоску. Ее можно кроить как и по долевой, так и по поперечной. Впереди еще много летнего солнца и тепла. А значит, еще можно успеть выбрать подходящую ткань, взять в руки ножницы, иголку. И вы неподражаемы в любом наряде. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.